Всем привет! На календаре 15 января пятница мы завершаем первую рабочую неделю текущего года. Давайте в этом таком итоговом ролике на сегодняшний день посмотрим на валютную пару доллар-рубль, обсудим текущую ситуацию и ответим, по крайней мере я постараюсь ответить на вопросы по поводу того, покупать сейчас доллары или нет, каковы перспективы рубля. Но и что очень важно, в этом ролике я попытаюсь вам объяснить на основании тех новостей, которые мы сегодня имеем, все-таки почему сейчас российская валюта укрепляется, каковы главные причины и что с этим делать. Давайте начнем. Друзья, давайте сразу начнем с валютной пары доллар-рубль. Сейчас вот московское время, пока я записываю данный обзор, 15 минут 6 утра по Москве. То есть сейчас фактически торгуется только лишь азиатская торговая сессия, идет вовсю тонкий рынок. Но тем не менее, сейчас пара доллар-рубль находится на отметке 73 рубля и 29 копеек. Нефть марки Brent в настоящее время торгуется на отметке 56 долларов и 35 центов. Но, например, индекс шанхайской биржи, то есть Китай у нас торгуется, в настоящее время у нас прибавляет на 0,5%. То есть мы сами видим, что в Китае позитив, я полагаю, что этот позитив, который сейчас в Азии у нас есть, он, скажем так, перенесется на европейскую торговую сессию. Поэтому есть основания полагать, что московская биржа сегодня откроется на позитиве. И, вероятно, всего российская валюта тоже откроется в сторону укрепления. Теперь вот давайте более подробно и более конкретно. Давайте с вами начнем с того, что у нас вчера была статистика из Поднебесной, то есть китайская статистика экономическая, которая показала хороший результат, то есть результат по экспорту и по импорту, то есть это внешняя торговля. И я обращаю внимание, что экспорт-импорт, вот статистика по этим показателям Китая, очень существенно оказывает влияние и главным образом на товарные рынки. В частности, говорим мы про рынок нефти. Вот смотрите, у нас за декабрь в Китае экспорт вырос на 18,1%, хотя ожидали всего лишь плюс 15%, а объем импорта вырос на 6,5%, хотя ожидали всего 5%. Экспорт это понятно, то есть чем больше страна продает, экспортирует, тем лучше для экономики. Но и импорт тоже очень важен в Китае, потому что Китай это крупнейший импортер нефти. Следовательно, если мы с вами видим, что в декабре вырос импорт и вырос экспорт, это означает, что экономика Китая, она по сути дела работает на достаточно приемлемом уровне, соответственно есть перспектива дальнейшего развития. И все это дало импульс, да, дало импульс, в том числе для рынка нефти. Ну и собственно вот мы сейчас с вами видим индекс шанхайской биржи тому свидетельство. Теперь далее. Значит у нас новость другая, которая фактически оказывает влияние на доллар. Сразу давайте глянем индекс доллара. Сейчас он формально немножечко на азиатской сессии подрастает умеренно, но тем не менее вот эта динамика пока не сломлена. Я имею ввиду динамика в части падения доллара по отношению к другим валютам мира. И вот обращая внимание вот на такую вот новость. Джером Пауэлл, это действующий глава ФРС США, вот буквально-таки за последние сутки заявил о том, что, во-первых, Федеральная резервная система будет оставлять текущие ставки на низком уровне еще определенное какое-то время. Да, но рынок вообще ожидает, что это будет 2, 1,5-2 года. То есть низкие ставки это негативно для курса доллара, для роста доллара по отношению к другим валютам. Это во-первых. Во-вторых, также он заявил, что пока еще неизвестно, когда будет заканчиваться программа сворачивания выкупа ценных бумаг, выкупа в том числе и облигаций. Я обращаю внимание, что ФРС ежемесячно тратит на это 120 миллиардов долларов. То есть, если перевести на более простой язык, это означает, что ФРС каждый месяц вливает стандартно по 120 миллиардов долларов. То есть, если еще проще, то экономика США заливается долларами. И вот в продолжении этой темы Байден вот вчера буквально представил свой план по спасению экономики, который предполагает еще дополнительно влить 1,9 триллионов долларов США. Там пойдет часть на борьбу с коронавирусом, будут увеличиваться пособия по безработице, доводятся они практически до 2000 долларов. То есть, действующие 600 долларов плюс еще 1400 долларов. Итого, мы с вами сейчас, конечно, не будем тут разбирать структуру, кто какие деньги пойдут куда, потому что нас это не касается. Нас это касается с точки зрения участия рынков во всем, то есть, как рынки на это реагируют. Так вот, представляете, что давайте вернемся на индекс доллара. Во-первых, вспомним историю 2020 года, как все начиналось, да, весна прошлого года, март месяц. Тогда, когда рынки обвалились, помните, начало марта, мы с вами увидели, что доллар у нас резко начал расти. Буквально за несколько дней, начиная с 10 марта, вырос до практически на 8% до 20 марта. То есть, буквально за неделю с лишним вот такой вот рост составил. Но после этого, после такого резкого скачка, мы с вами увидели дальнейшее снижение доллара, то есть, так называемую девальвацию доллара на почти 13%. Вопрос, почему? А все потому, что в первом полугодии прошлого года был одобрен пакет стимулов в размере 3 триллиона долларов. То есть, это огромная сумма, это в истории США, это достаточно, наверное, такого прецедента не было, как такой объем помощи для экономики. И вот сегодня мы получаем новости, что еще плюс 1,9 триллионов, почти 2 триллиона долларов США. Вопрос, если мы с вами знаем эту статистику и знаем уже, как это происходило, низкие ставки, плюс заливание экономики долларами, то есть, печатный станок работает вовсю. Как это будет отражаться на рынках? Мы с вами видим эту историю. Поэтому, исходя из этого выше всего сказанного, конечно же, не стоит сейчас, если что-то из ряда вонь выходящего не произойдет, ожидать резкого удорожания доллара США. Я полагаю, что сейчас все рынки, инвесторы, наоборот, делают ставки на другие валюты. В связи с этим, это все будет оказывать влияние на доллар. Доллар, вероятно, всего будет продолжать тенденцию к падению. И вот падение доллара, вот эта ситуация провоцирует и рост цены на нефть. Мы с вами много раз говорили о том, что слабый доллар, падающий доллар, это хорошо для покупателей нефти, которые покупают за доллары вот эту самую нефть. То есть, наряду с действиями ОПЕК+, наряду с действиями, в частности, Саудовской Аравии, которая заявила о добровольном сокращении добычи нефти на миллион баррелей в день, плюс ко всему другие участники к этому процессу подключаются, плюс падение доллара, плюс ожидание повышения стимулов, которые уже, по сути, обозначены. То есть, это развитие даст импульс для развития экономики США, что, в свою очередь, может привести к росту потребления нефти, увеличению спроса на нефть. Вопрос, в этом смысле, что будет нефть делать, расти или падать? Я полагаю, ответ очевиден. Сейчас фонд-то позитивный, понимаете? То есть, пока что, вот глядя на всю эту картину, надо оценивать трезво картину и видеть, что фонд позитивный. Поэтому, вот пока не произойдет что-то другое, вот такое, знаете, что-то негативное, мы с вами будем в дальнейшем видеть снижение доллара и видеть рост цены на нефть. Следовательно, давайте дальше логику будем события развивать. Если цена на нефть растет, то, соответственно, у нас укрепляется российская валюта. И вот сейчас мы с вами видим, что российская валюта у нас приближается к отметке 73 рубля за американский доллар, а это ключевой момент, это, по сути, ключевая поддержка, пробив которую, мы с вами будем видеть дальнейшее снижение доллара по отношению к рублю. То есть, мы с вами будем видеть укрепление национальной валюты. Поэтому, исходя из выше всего сказанного, подведем общий итог. Потому что сейчас мы видим, то сейчас, я полагаю, при отсутствии какого-то негативного фона, то есть санкции, пока это только лишь разговоры, я имею в виду против России, и мы с вами сейчас не видим какого-то напряжения геополитического наоборот. Например, если берем США и Китай, то, вероятно, всего они будут сейчас в какой-то мере находить язык, общий язык для продолжения диалога. Я думаю, что это тоже будет позитивный сигнал для рынков. Во всем этом сейчас, конечно, инвесторы уходят в более рискованные активы. Они более охотно покупают более доходные активы. Я понимаю, что для них это больше рисков, но и прибыли больше. А российский рынок, мы же с вами говорим в отношении рубля, и российский рынок, в том числе другие активы, это достаточно рискованные активы, но они достаточно высокодоходные. Поэтому я думаю, что это все может спровоцировать очередную волну роста рынков и, соответственно, укрепление национальных валют против доллара США. Вот такая вот логика. Что касается покупок доллара, то здесь надо это делать грамотно. То есть доллары, понятно, в долгосроке я не буду тут лукавить. Естественно, доллар это достаточно надежная валюта в плане диверсификации рисков. То есть доллары при каждом его падении, при каждой волне падения, наоборот, надо покупать для того, чтобы в будущем чувствовать себя более спокойно и не бояться за какие-то санкции, за еще какие-то негативные эффекты. Это все, безусловно, надо делать. Поэтому при серьезном укреплении российского рубля надо повторять за действиями Министерства финансов России, который, наоборот, начал доллары покупать. Но это не говорит о том, что если Минфин начал покупать сейчас, что завтра доллар по этому поводу вырастет. Нет. Минфин делает это умно. Он покупает тогда, когда доллар начинает падать. И мы с вами должны именно это с вами и делать. И делать это порционно, регулярно, с определенными интервалами времени. То есть вот сейчас 73,2, какую-то долю мы с вами покупаем. Предположим, завтра, я условно говорю, через месяц доллар будет там 72,5. Покупаем за 72,5. И так постепенно, помаленьку. То есть вот такая вот логика. Короче говоря, общий итог такой, что доллар сейчас, вероятно, будет продолжаться находиться под давлением. Есть высокие вероятности и риски того, что доллар будет продолжать девалировать к другим валютам. Я думаю, что рубль здесь не исключение. Ну а дальше уже будем смотреть, следить за ситуацией вокруг санкционной риторики со стороны нового президента Джо Байдена Соединенных Штатов Америки. Так, друзья, вот пока вот такая вот картина. Поэтому давайте вместе будем следить и увидимся уже в следующих обзорах, в следующих видео. Будем все это дело мониторить. До встречи!